Первое, Сергей аттестуется, и вы аттестуете, у вас третий, на четвертый, правильно, да? Значит, поэтому в первую очередь я сейчас дам задание, те, кто готовится к экзаменам, значит, смотри, Сергей, вы пройдите целиком по третьему уровню всю программу, дойдем до той шоу, и я буду за вами приглядывать. И потом отдельно уже на четвертый посмотрю, и в качестве ознакомления на четвертый, кстати, вы тоже к ним присоедитесь, и, Никита, на третий уровень мы готовимся ждать, ну, на будущее, да? Тоже вот у вас четверо будет, а почему четверо, пятеро уже, так все, все, давайте, да, наперед немножко, давай тоже посмотришь, попытаюсь поделать. Итак, сейчас проходит старший, все по третьему уровню, по частям ведет, а я буду контролировать, чтобы правильно делать. Итак, у нас там Тича Джуан, кратенько, быстренько проверил, потому что хорошо, долго не зависаем. Гоу-гуа проверили, здесь, 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 фансун, правильные крыки, кратенько. У нас третий уровень много техник, гу-гуа-шили, ги-фа, жан-фа, и поехали. Ну, нам надо постараться уложиться, примерно, сейчас обозначу, ну, где-то минут 20. И мы еще дотушим, он должен добраться, и потом еще на четвертку мы будем пробовать. Понятно, да? Замечание для Сергея. Вот сейчас вот плечи всплывают, можно как бы немножко так, как будто я сдулся. А лучше потом снова. А как было? Было вот так. А как сдулся? Потому что с выдохом. Ооо. То есть почувствовать разницу. Это первое. А здесь было слишком близко, вот это слабое положение, то есть найти, да, удобно. И вот, чтобы близко, и вот такие положения, сильное положение практикуем. И потихоньку пошли. Стал бы, шили потихоньку. А, еще вот хотел подправить локти слишком. Локти здесь расправленные, вот здесь, а вот здесь немножко по сторонам. Секундочку, Сергей. Чуть подправлю то, что мы утром делали. Это вот слишком вот эта резкая смена. Вот это накручивание очень такое, которое как будто что... Лежая резкая? Более, да. Например, да, я утрею. Как будто кружинку на ротации мне требуется придать усилие, я не могу быстрее двигать. Но при этом нет напряжения. Это касается всех смен, чтобы они не были резкие. Особенно там, где ротация, у нас фейкбла тоже сейчас будет подать. Сейчас с какой стороны, вот с этой, допустим, зайдет. Какой-то предмет, косяк или что-то, чтобы упор был. И вот здесь я начинаю делать, и у меня колено под контролем получается. Какой-то предмет, который вы касание получили, дверной косяк. Дверь поставили, и относительно его... Либо взять вообще, нету ничего под рукой, вы просто смотрите, даже чуть наклонились, и поделали рукой, фиксируйте. Жали, нажали. И какое-то время поработать, что у нас зафиксировано вот это все дело. А потом, не глядя, уже закрыт. Вот, все чувствуют. То есть вот эта вот особенность. Открытие. Вот, еще раз, смотрите, вот мы вместе стоим в одном направлении. Вот у меня руки открываются, да? Вот таз и плечо. Вот как будет, да, неподвижно? То есть в любой ситуации мы вот это вот делаем. А было наоборот. Мне даже сложно повторить, иначе я сломаюсь. Мозг сломается. Потому что вот это естественное движение. Я здесь открываюсь, и руки открываются. Здесь закрываюсь. О! Вот это важно наловить. Это у нас во всех шагах будет текстовое движение. И второе, это уже более тонкое замечание. Смотрите. У вас здесь одна скорость? Тоже, кстати. А потом здесь вот такое. Пока плавно, пока плавно. Вот эта смена незаметна. Сюда иду, потом... Как? Я даже не заметил, когда переключился. О! О! Округлая такая смена. Да. Смотрите. Вот. Делайте, делайте. Ага. Вот сейчас поправить. Смотрите. Нам интересует какое конечное положение. А как в нее попадает чуть-чуть, чтобы камера была видна? А вот она, Гоу-Гуа. Понимаете? То есть я вот Гоу-Гуа столб сработал, и для Фэнь-Гуа я просто вот так развернул. У меня получилось такое. А было без вот этих проблем. И получается здесь пинтушили вперед вниз. Потом это растирающие усилия делали. А это вот она в крючке завернул. И у меня есть и вот этот изгиб. Если я разверну, вот это Гоу-Гуа немножко докрученное. И у меня пальцы в одну точку направлены. Видите? Да. Я как будто вот в одну точку направляю, жимаю. И когда растягиваю, чтобы не было вот такого. Видите? Пальцы туда-сюда. У меня пальцы в одну сторону. И если я разверну, опа, хуни анжан получился. Опа, сюда. Опа, сюда. О, вот этот изгиб. И вот за этим понаблюдать, да. Так, смотрим сюда. Сергей тоже смотрит. Сильное положение? О, вот здесь сильное. То есть нам важно, не важно какой шили, в любом шили мы проверяем сильное. Еще раз, чтобы запомнить для себя слабое положение. Вот у нас за пределы тела. А, ну да, уже. Локти, условно говоря, где-то, а вот здесь камера. Видите, в столбах у меня локти вынесены. Вот это сильное. Как только локти уходят за силу от тела, это уже слабый получается позиция. Вот я, вот у меня угол силы, вот я здесь все это делаю. Если мне нужно там проявить силу, я развернусь, и здесь буду углом силы работать. Здесь, развернусь здесь, будет углом. У меня будет вот это положение рук, а не вот такое положение. О, в принципе, важно понять, где ваши силы собирать, под какими углами. А потом, либо такое, это уже детали такой шили, либо рубящие, мы пифа пойдем тоже, чтобы не было вот здесь вот, не было вот таких вот. Вот дорабатываем, и дальше рубящие шили пошли. Пифа, джанфа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова